Роберт Шекли «Под контролем» читает Александр Большишальский Дорогие друзья, если вам нравится этот канал, то я буду вам очень признателен, если вы поставите лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Это очень поможет мне и этому видео развиваться дальше. Приятного прослушивания. Джо Сканлон подошел к серой пластиковой двери с табличкой «Генерал Гордон. Служба безопасности» и замер в нерешительности. Ему еще не доводилось входить в эту дверь, да он и не думал, что когда-нибудь придется. Обычно вызов службы безопасности означал проверку на подконтрольность. Часы однообразных, выворачивающих мозг наизнанку вопросов. Беседы растягивались на дни, иногда на недели, пока служба безопасности не получала полного удовлетворения. Подавив дурное предчувствие, Сканлон тихо постучал и вошел. «Здравствуйте, Сканлон», — приветствовал его генерал Гордон, невысокий мужчина лет сорока. Казалось, на его лице, на столе, да и на всем небольшом полутемном кабинете лежит слой пыли и усталости. Генерал выглядел так, словно держал на своих плечах все заботы мира. В известном случае, — подумал Сканлон, — так оно и есть. «Не будем терять время», — сухо произнес Гордон. «Успокойтесь, к чему этот встревоженный вид?» Лицо Сканлона не выражало никаких эмоций, но он едва не улыбнулся, глядя вниз на лысеющую голову Гордона. «Генерал точно знал, что его работа не позволяет людям чувствовать себя непринужденно». «Вы, конечно же, слышали о докторе Мелзе». «Хорошо. Я прошу вас взять его под круглосуточную охрану». Говоря это, Гордон сосредоточенно перекладывал бумаги. «О, так значит, он на Земле», — удивился Сканлон. «Вот уже три года Мелз, выдающийся ученый современности, жил на неизвестном астероиде. Из соображений безопасности ни имя планетоида, ни содержание работы ученого не разглашались. Официально признавалось лишь, что он работает на военных». «Да. Мелз вернулся. Вечером я привезу его к вашему дому. После этого он переходит под вашу опеку. Будете охранять, пока он не закончит работу». «Подождите». Сканлон перенес вес тела с одной ноги на другую. «В кабинете было только одно кресло, то, в котором сидел генерал. А почему я? Я хочу сказать, что такая важная персона, как Мелз. Мне казалось, ему полагается более серьезная охрана. Что может предложить профессор истории? Я, конечно, сделаю что в моих силах, но все же... Почему вы?» Гордон перестал ворошить бумаги. На его лице отразилась досада, словно он предвидел вопрос, но отвечать на него не хотел. «Почему профессор истории?» Он призадумался, пристально глядя на пол у ног Сканлона. «Мне неприятно говорить. Практически я расписываюсь в собственной беспомощности». Генерал снова умолк, хмурясь и сосредоточенно изучая пол. «Вы, наверное, знаете, впрочем, как и все на Земле, над каким устройством работает Мелз. Никакими мерами безопасности этого не утаить. Устройство предназначено для защиты от хваи, и оно почти готово. Все эти часовые отметки, проверки на подконтрольность и тому подобное вскоре окажутся не нужны. К сожалению, знают об этом и хваи. Мы возвратили Мелза на Землю, после того, как его ближайший помощник оказался под их контролем. Он едва не взорвал астероид, прежде чем до него добралась охрана. Это пятое покушение на ученого за последние три года. Пятеро сотрудников Мелза, тщательно проверенных, постоянно находившихся рядом с ним, попали под контроль врага. Пятеро Сканлон, несмотря на строжайший график часовых отметок. Гордон неожиданно поднял взгляд и посмотрел Сканлону прямо в глаза. Эффект был поразительный. «Все еще не понимаете, почему я выбрал вас?» «Хорошо. Слушайте дальше. Я вернул Мелза на Землю, пока он еще жив. Какова стандартная процедура по его охране? Эскорт из проверенных сотрудников безопасности, которым отдан приказ стрелять в каждого, кто моргнет дважды. И какой от этого толк?» Вопрос прозвучал риторически, однако Гордон ожидал ответа. «Думаю, захватить сознание ваших людей не сложнее, чем сознание Мелза», предположил Сканлон. «Совершенно верно. На это хвои рассчитывают. Полицейский кордон. Наверняка они получили контроль над кем-то из моих людей точно так же, как они внедрялись в сотрудников Мелза. И что мне прикажете делать?» «Спрятать его на пустынном острове», предложил Сканлон. «Или на пустынном астероиде. Уже было». «Ну, тогда не знаю», пожал плечами Сканлон. «Раз нельзя его не спрятать, не оставить среди людей...» «Посмотрите на это иначе», перебил его Гордон. «Типовые приемы охраны не работают из-за специфики проблемы. Ситуация включает переменные факторы, как бы вы на нее не смотрели, причем факторы очень опасные, потому что устройство Мелза драматически повлияет на ход войны. Я вас выбрал наугад из группы сотрудников, отвечающих некоторым требованиям. У вас безупречная история часовых отметок. Вы человек умный, гибкий и, что более важно, никак не связаны с Мелзом. Вот вам идея. Мелз останется в стороне от полиции, службы безопасности, своих коллег и друзей до тех пор, пока не закончит работу. Они к нему не приблизятся, об этом я позабочусь. Все это время он проведет с вами. И не только с вами, потому что это тоже опасно, но и с вашими коллегами и друзьями. Они будут следить за вами, а вы за ними. Главным образом вы за ними. Ключевая фигура – вы. Ваше место всегда рядом с Мелзом. Что вы думаете об этом? Сканлан вдруг понял, что генерал ждет от него поддержки. Гордон рисковал и очень сильно, пусть даже зная, что обычные меры безопасности Мелза не защитят. Передать гражданскому лицу высший секрет Земли на такой шаг надо было решиться. Думаю, в данных обстоятельствах вам остается только одно – изменить переменные факторы. Я не могу обойти эти проклятые переменные. Гордон раздраженно уставился на Сканлана. Я не могу управлять ими всеми, так что я сделаю их максимально непредсказуемыми. Если же это не сработает… Он покачал головой. Сегодня у меня вечеринка, сказал Сканлан. «Хотите, чтобы я ее отменил?» «Нет, ваши друзья уже в курсе. Я известил их о вашем задании». «И мою жену?» «Нет, ей вы расскажете сами. У вас есть оружие?» «Нет?» «Тогда вот вам бластер. Используйте, если потребуется». Гордон достал из стола бластер Винфилда Сайкса и передал Сканлану. Тот посмотрел на гладкое, некрасивое оружие и положил в карман. «Думаю, это все», сказал Гордон. «О важности задания напоминать не буду. Просто не забывайте, под контролем может оказаться любой. Лучший друг, ваша жена». Пока Мелс не закончит работу, нельзя доверять никому. Хваи обязательно сделают ход, главное, чтобы вас не застали врасплох. Ваши друзья, по моей просьбе, будут за вами следить. Вас тоже могут взять под контроль». Гордон снова опустил глаза, сначала на пол, потом на своей бумаге. Он выглядел до предела измотанным. Человек, вынужденный подозревать всех. Он не верил даже себе и явно не верил Сканлану. Не настолько, насколько хотел бы. Слишком много запылившихся документов на столе, слишком много работы для одного человека. Сканлан вышел из кабинета. Он понял, что навряд ли вернется к работе. Непривычная тяжесть оружия беспокоила, как и странные мысли, которые оно навевало. Он должен следить за всеми, включая своих друзей, а они будут следить за ним настороженно, с недоверием. «Вдруг он уже под контролем?» будут спрашивать они себя. «Вдруг кто-то из них уже под контролем?» будет спрашивать себя он. «Спрашивать чаще, чем все остальные, потому что он будет охранять Мелза, будет жить, положив руку на бластер и ждать. И опасность придет». В этом он был уверен не меньше Гордона. Мысленно он перебрал внешние признаки подконтрольности. Нарушение координации движений, задержка с ответами, неуверенная ориентация во времени, излишняя болтливость. Симптомы, как при опьянении, но с одним колоссальным отличием. Пьяный что-то испытывает, подконтрольный нет. Человек под контролем не чувствует ничего. Из его глаз выглядывает чужак, пытаясь оценивать окружающее по шкале, для которой его нервная система не приспособлена. Он стремится овладеть основными невербальными средствами общения, старается управлять телом, реагируя достаточно быстро, чтобы со стороны человек не выглядел марионеткой. Для того, чтобы внедриться и подчинить сознание человека, Хваи требовалось 13 часов. Все это время жертва должна была находиться в одиночестве. Добившись цели, Хваи мог оставаться внутри, сколько заблагорассудится. Но выйдя, он покидал жертву насовсем. Чтобы установить новый контакт, ему снова требовалось 13 часов. Обычно атака начиналась с наступлением темноты. Около 8 часов человек спит. Утром он не является на работу. Его жена, босс или помощник, кто угодно обнаруживает, что человек заперся в комнате. Они стучат в дверь. Человек кричит, что ему не здоровится, что он полежит еще пару часов. Полдень он выходит из комнаты. На первый взгляд в нем незаметно ничего необычного. Почти ничего, если не обращать внимания на его руки, которые дрожат, как после тяжелой работы. Не замечать, как он роняет мелкие предметы, говорит больше обычного. А также его склонности. Однажды взорвать арсенал, совершить диверсию на заводе или убить президента. Именно так по версии службы безопасности все и происходило. Это и был контроль. Ключевой момент во всем этом 13-часовой период индоктринации, который, по мнению психологов, требовался для того, чтобы взломать защитные механизмы человеческой нервной системы. Так много времени, предполагали они, уходило на то, чтобы прорваться через психофизиологические предохранительные структуры человека. Взяв дело в свои руки, служба безопасности ввела систему часовых отметок. Цель не допустить, чтобы человек оставался в одиночестве больше определенного времени. Предельная норма для землян составила 10 часов. Превышение нормы означало вызов на тестирование. Система часовых отметок базировалась на добровольном гражданском долге. Каждый носил с собой блокнот, куда записывал, кого он встретил и в какое время. Каждый следил за тем, чтобы не оставаться в одиночестве более 10 часов. Вот почему Гордона озадачили инциденты на астероиде. Те несколько человек, что работали с Мелзом, жестко контролировали друг друга, гораздо жестче, чем люди на Земле. Редко случалось, чтобы в течение четырех часов кто-то не видел кого-то, еще или, по крайней мере, кто-нибудь один не видел всех. И все-таки Хваи смогли проникнуть в пять разумов за три года. Насколько же проще это будет сделать на Земле, несмотря на ее сложную систему перекрестных проверок? И кого они атакуют в первую очередь? Сканлон перебирал в уме имена друзей, их профессии и привычки. Кого из них? Домой он ушел раньше обычного. Начало вечера Сканлон провел над чашей для пунша, смешивая хитроумный розовато-зеленый венерианский рай. Он надеялся, что напиток поднимет гостям настроение. Леона, жена Сканлона, встречала гостей и радостно их приветствовала, стараясь придать вечеринке, напоминающей слет дружинников, непринужденный характер. Сканлону нравилось то, как она задавала правильную атмосферу, нелегкомысленную, но непринужденную и веселую. Несмотря на это, он не мог избавиться от чувства, что все обращают внимание на его оттопыривающийся карман. Он надеялся, что все подумают, что там порт-сигар. Сканлон пытался составить в уме список гостей, но не мог сосредоточиться. Все его внимание занимал пунш. Какой из 17 основных ингредиентов он забыл добавить? Розовый вермут, ром, нет, бутылки пусты, биттер, вряд ли, скорее всего лайм. На мгновение он поднял голову, прислушиваясь к треле дверного звонка. Найдя лайм, Сканлон выжил в чашу ровно три капли. Как только сок растворился, зеленый пунш потемнел и розовые прожилки превратились в зубчатые молнии. «Адский котел», подумал Сканлон и увидел мечо Морриса. Это он только что пришел и теперь широко улыбался хозяину дома. Все его метр восемьдесят пять роста и семьдесят пять килограммов веса излучали хорошее настроение. Моррис не тот человек, которого может смутить звонок службы безопасности. Остальные гости старательно изображали непринужденность, но только не Моррис. «Я заметил, как у тебя дрожат руки», пробасил Митч с притворной серьезностью. «Раскоординация движений верный признак подконтрольности, а ведь ты охраняешь Мелза». Шутка Сканлону не понравилась, но несколько человек вокруг них рассмеялись. В конце концов, вечеринка предполагает веселье. С Моррисом всегда было весело, он не упускал случая обвинить подконтрольности Сканлона или его жену. Вот и сегодня он в своем репертуаре. «Мне это известно не хуже тебя». «Ну и прекрасно», улыбнулся Моррис. «А где же твой гость?» Он зачерпнул пунш, налил в бокал, попробовал и причмокнул. «Отличный Вентус!» «Ну и где твой Мелс?» «Не томи». «Обещаю его не убивать!» Сканлон выдавил из себя улыбку и неосознанно сжал рукоятку бластера. «Моррис разошелся», сказал он себе. «Многословен сверх меры». «Конечно, он всегда такой, но все же. За ним нужен глаз да глаз». А вслух произнес. «Мелс немного опаздывает» и оглянулся, высматривая жену. «Я доложу об этом», громко объявил Митч. «Внимание, требуется шестеро или семеро добровольцев. Когда он появится, арестуйте его». И это тоже вызвало смех. «Они будут смеяться над чем угодно». Сканлан знал, что чувствуют его гости. Делают вид, что война их никак не затрагивает. Часовым отметкам относятся как к хорошей шутке. Ведут себя так, будто попасть под контроль Хвай забавное приключение. «Может быть, они правы», подумал Сканлан. «Если все принимать близко к сердцу, то недолго и свихнуться». «Мы просканируем его и взорвем. Тогда его секрет Митч подождал, пока стихнет смех, вынул блокнот и быстро вписал туда имена присутствующих. Все проделали то же самое, записали в свои блокноты имя Морриса и время его прихода. Сканлан оторвал руку от бластера и взял карандаш. Отыскав свой блокнот под бутылкой джина, он заставил себя выполнить рутинную процедуру. Митчел Моррис, часовая отметка 20.45 согласно наручным часам. Он пробежался глазами по списку. Нет, никого не забыл. Как принимающая сторона, он обязан быть точным. Моррис перешел на другую половину комнаты, чтобы отметиться у остальных гостей. Группа людей вокруг чаши медленно рассосалась. Сканлан начал разливать пунш по высоким бокалам. Не оборачиваясь, он почувствовал, как к нему подходит жена. «Привет, милый», шепнула она из-за его плеча. «Привет, стройная, очаровательная брюнетка», шутливо ответил он, наполняя бокал. «Нектар для моей дамы», и, сделанный небрежностью, подал ей розовато-зеленый напиток. «Покорнейше благодарю», она подмигнула ему поверх бокала. «Мич уже обвинил тебя в подконтрольности», спросил он, подмигивая в ответ. «Намекнул, что мной управляют хваи». «Конечно, я вежливо посмеялась». «Война, проклятие для интровертов. Нельзя спускать с него глаз». «О, звонят в дверь». Сканлан сам вышел встречать гостей. Он был уверен, что это Мелс. Хватило одного взгляда, чтобы понять, он не ошибся. Высокий лоб, толстые очки, средний рост, темная мешковатая одежда, сутулая спина. Бледность человека, долгое время прожившего на планете, несогретый дружелюбным солнцем. Сканлан решил, что Мелсу около сорока пяти, лет на десять старше его самого. Рядом стоял Гордон. «Вот и все», сказал Гордон и, резко развернувшись, зашагал прочь. Сканлан даже не успел пригласить его в дом. «Извините, я как снег на голову», мягко произнес Мелс. «Все в порядке», ответил Сканлан. Мелс ему понравился с первого взгляда. Он провел необычного гостя в гостиную. Похлопав по карманам, понял, что оставил записную книжку возле чаши с пуншем. Подошел, записал время прибытия Мелса 20 58. Сквозь общий шум различил голос ученого. «Должен ли я записать имена всех присутствующих?» Видимо, Мелс еще не привык к принятым на земле методам групповой защиты. Леона, положив руку на плечо мужа, смотрела в сторону Мелса. Тот едва успевал отвечать на град вопросов. «Джо, среди наших гостей он в безопасности?» спросила Леона. «Не знаю», ответил Сканлан, вспоминая о своих обязанностях. «Думаю, лучше его увезти». Вместе им удалось вырвать Мелса из цепких объятий компании. Сканлан не убирал руку с бластер, представляя, как это нелепо выглядит со стороны. Через боковую дверь они пробили Мелса в кабинет хозяина дома, где ученый с облегчением опустился в одно из красных кожаных кресел. «Мы подумали, вы предпочтете более спокойную обстановку», сказал Сканлан. «Я могу поручиться за каждого из своих гостей, однако...» «Спасибо». Мелс благодарно улыбнулся. «Работая на Апале-2, я отвык от шумных компаний. Вы правы, спокойная беседа мне по душе, так что... Спасибо». Леона тихо откупорила бутылку кьянти из запасов мужа и любезно наполнила два бокала. Сканлан испытывал гордость за высокую стройную жену. «Пожалуй, вернусь гостям», сказала Леона. «Передам ваши извинения». И она притворила за собой дверь. «Очаровательная женщина», заметил Мелс. «Лучшая из всех». Некоторое время они молча подтягивали кьянти. «Это было так мирно, так уютно». Сканлан устало казаться, что война далеко, а Хваи призрачная угроза. Он заметил, что Мелс с интересом разгадывает стилет пятнадцатого века, висящий на одной из стен. «Символ эпохи», сказал Сканлан, стряхивая цепенение. «Было бы символичнее, если бы он висел у вас над головой», Мелс. «Как дамоклов меч». «Так оно и есть». «Но ненадолго. Мне потребуется несколько дней, максимум неделя». «Превосходно. Полагаю, начинайте завтра с утра». Мелс ответил, что Сканлан пропустил его словами мушей. Что-то его насторожило, какая-то неуловимая перемена. Как будто изменился звук, к которому он давно привык и который не замечал, пока его тон не стал другим. Сканлан насторожно прислушивался, передвинув руку поближе к бластеру. «Нет, это все нервы», решил он наконец. Мелс, судя по всему, ничего не замечал. «Хочу поинтересоваться у вас, как у историка», спросил Мелс. «Что вы думаете об этой войне?» «Отношусь к ней как к неизбежности. Две динамично развивающиеся расы с их дуростью, головотяпством, с иступленной ненавистью». Сканлан запнулся. Снова это странное чувство, которое невозможно объяснить. Через секунду Сканлан отмахнулся от него. Мелс хотел поговорить о предпосылках войны. Межпланетные путешествия развивались вяло. Никто не хотел переселяться в безводные пустыни Марса, венерианские болота привлекали еще меньше. О Меркурии и Юпитере вообще не шло речи, впрочем, как и об остальных планетах системы. Если не считать немногочисленных научных экспедиций, Солнечная система была предоставлена самой себе. С межзвездными путешествиями получилось иначе. Землян словно прорвало. Были открыты пригодные для жизни планеты. Некоторые оказались настоящим раем. Они ждали, распахнув двери для всех желающих. А таинство романтика всего нового. Кассиопея, Альдебаран, чего стоили одни названия. Романтика и еще националистические чувства. И это тогда, когда национализм, казалось, был заклеймен навечно. И вот, пожалуйста, Антарес ирландцам, Геркулес 2 и Геркулес 3 шведам. Стремление к национальной независимости а также комплекс этнической неполноценности оказались чрезвычайно живучи. Каждая нация культивировала свои легенды. Безумные поросшие мхом мифы об искателях приключений, викингах, ковбоях, золотой орде. В эру межзвездных путешествий любой, отважившийся на шаг в неизвестность, становился потенциальным героем. Каждый звездолет, набитый китайцами, индийцами или зулусами, превращался в миф, в предание, которое передавалось из поколения в поколение. Все это тешило самолюбие человека, и мало кто мог устоять перед искушением. Миллионы желали лететь. Корабли покидали Землю десятками, потом сотнями, потом тысячами. Общий коэффициент рождаемости вырос до беспрецедентных величин. То были великие дни, сказал Сканлан, заря космической лихорадки, и все думали, что так будет вечно. Мелс ответил не сразу. Казалось, он погрузился в мысли, его взгляд застыл на бокале с вином. Свет ламп отражался в его очках, яркие колкие точки на фоне мягкого уюта комнаты. Да, именно так и думали, проговорил он наконец. Если кто-то вообще утруждался думать. Космос мы так и не покорили, ни звездные системы, ни даже планеты. Зато люди покорили их обитателей, главным образом не гуманоидов чужих. Убивали без суда и следствия в соответствии с законом первопроходцев. Уничтожали по праву вытащенного бластера. Справедливость от нее отмахивались. Ну, об этом мы подумаем позже, когда-нибудь потом. Многие планеты были населены только элементарными формами жизни. Однажды люди наткнулись на свидетельство о существовании невообразимо древней, куда более древней, чем земная, но уже исчезнувшей цивилизации. Несколько раз находили гуманоидов на этапе развития примерно соответствующим земному каменному веку. Но такое везение не могло продолжаться вечно. Три корабля с немецкими эмигрантами вошли в контакт с планетой Хваи. Один корабль сумел вырваться и бежать, чтобы рассказать людям о том, что там случилось. «Кстати», заметил Мелс, «а нет ли тут исторических параллелей с делом генерала Зарайна?» «Не совсем. Хотите еще вина?» «А ваш секрет действительно секретный? О нем вообще-то разговаривать можно?» «Да, да, конечно», кивнул Мелс. «Не во всех деталях, разумеется, но в общих чертах». «Отлично». Сканлан снова наполнил бокалы темно-красным вином. «Мне было очень любопытно. Дело Зарайна, здесь только поверхностные параллели. Способность Хваи внедряться в сознание лишает нас перспективы. Это как удар кинжалом, растянутый во времени». Мелс рассматривал стилет на стене. Сканлан проследил за его взглядом, потом беспокойно взглянул на дверь. Вечеринка набирала обороты. Шум проникал даже сквозь дубовую дверь. «Ну, думаю, от кинжала Хваи у нас есть броня», заметил Мелс. Казалось бы, в галактике столько места, что хватило бы для двух развивающихся рас, особенно если их критерии отбора планет сильно различаются. Но эта философия, которая не очень-то работает на Земле, точно так же не работала и в космосе. К тому же два исчезнувших корабля взывали к отмщению. Флот был собран, началась война, по крайней мере формально. Через год флотов стало два, через пятнадцать месяцев восемь. Хваи не делали шагов к примирению и не проявляли интереса к разграничению сфер влияния. Полномасштабного сражения не было почти два года. Земные военачальники не сомневались в успехе. В небольших боях и коротких стычках земляне явно превосходили чужаков и по скорости и по вооружению. В пользу землян говорило и предположительно небольшое численное преимущество. Так прошел год. Второй год был потрачен на бесчисленные маневры между звездами, развертывание баз и каналов связи, на разработку стратегии и тактики войны в космосе. Все это для земных военачальников было делом новым. Наконец две силы сошлись. И земля испытала самое большое потрясение в своей истории. Генерал Зарайн, командующий одним из флотов, невозмутимо приказал своим кораблям атаковать собственные позиции. Некоторые повиновались и возглавили вражескую атаку, другие, не поверив приказу, висели в нерешительности. Хваи в полной мере воспользовались запутанной ситуацией и бросили в образовавшуюся брешь основную часть своего флота. Один смекалистый лейтенант успел вырубить генерала Зарайна и отменил его приказы прежде, чем ущерб стал непоправимым. Битва продолжалась с переменным успехом и закончилась с неопределенным результатом. Потери земли были ошеломляющие, тем не менее Хваи переоценили фактор неразберихи. Зарайн не был предателем, он был подконтрольным. Именно тогда впервые узнали, что это такое. Враги оказались расой рептилоидов-телепатов. Они успешно скрывали свои способности, чтобы в решающий час обеспечить себе преимущество. Дальнейшую информацию о Хваи раздобыл другой генерал по фамилии Лестер. Собрав группу из 74 военнопленных, он устроил допросы с пристрастием. Специально отобранные психиатры, работавшие под началом Лестера, отличались изобретательностью и склонностью к садизму. То, как они добывали информацию, выглядело не очень красиво. Но когда они закончили, 74 комплекта ответов сложились в общую картину. После этого пленным позволили умереть. Они приняли это с благодарностью. Люди многое узнали о нервной системе Хваи, о том, что им не нравилось и как много того, что им не нравилось, они могли вытерпеть. Но самой важной оказалась информация о 13-часовом периоде внедрения. Его вырвали из сознания 74 рептилий. Те общались со следователями телепатически наряду с другой полезной информацией. Воздействие рептилоидов на сознание жертвы продолжалось не бесконечно. Как только чужак оставлял жертву, человеку возвращалось сознание. Состояние человека в этот момент напоминало посттравматический шок. В результате была придумана система часовых отметок и процедура проверки на подконтрольность. Мелс приступил к разработке защитного устройства. Реальные военные действия временно прекратились, а генерал Лестер удостоился высшей награды Земли. «Вы носите с собой бластер?» спросил Сканлан. Они проговорили больше часа, пересказав по-новому большинство событий войны. Мелс объяснил, как будет работать его устройство, но Сканлан мало что понял. В истории он хорошо разбирался, а вот в остальном его научные знания нельзя было назвать фундаментальными. Он еще мог смутно представить, что подразумевал Мелс под волновым усилением, отталкивающими полями или фазовыми аннуляторами. Но то, как все они сочетаются друг с другом и как они делают то, что они делают, было выше его понимания. Главное, он уяснил, что устройство будет компактным и простым в применении. «Бластер». «Бластер?» «Нет, не ношу». Мелс неодобрительно покачал головой. «Моя работа увертываться, а не отстреливаться». «Ну да». «Но как насчет ваших коллег на астероиде? Разве с бластером не было бы спокойнее?» Сканлан еще раз наполнил бокалы. «Я не умею обращаться с оружием. Я бы скорее рассчитывал...» Дверь распахнулась слишком внезапно для нервов Сканлана. Он подскочил из кресла и выхватил бластер, потом уселся обратно смущенно улыбаясь. В комнату вошла жена с одним из гостей. Однако убирать бластер Сканлан не стал. «Прошу прощения за беспокойство», сказала Леона, «но доктор Шейн собирается уходить. Он хотел бы встретиться с профессором Мелзом». «Очень приятно», произнес Мелз, привставая. Сканлан внимательно наблюдал, как профессор и седовласый доктор пожимает друг другу руки. Не раздумывая, он занес доктора Шейна в список подозрительных лиц. «Митч Моррис тоже настаивает на встрече», сказала Леона мужу. «Пустите меня», прогудел Моррис из соседней комнаты. «Я просто хочу пожать человеку руку». После того, как уйдет доктор Шейн, сухо ответил Сканлан. И снова возникло странное чувство, будто бы за пределом слышимости, изменился звуковой тон. В списке подозрительных лиц Моррис занял первую строчку. В последующие дни Сканлан по-настоящему понял, что такое подозревать. Он учился смотреть на каждого официанта и на каждого таксиста, как на потенциального носителя чужого разума. Он учился смотреть на любого, кто вступал в контакт с Мелзом, и неважно, под каким предлогом, как на человека, скрывающего истинные мотивы. По дороге из дома в лабораторию и обратно Сканлан почти не разговаривал. Он был занят, сжимал рукоятку бластера и все ждал, ждал атаки. Он сильно изменился. Никто из его знакомых и коллег не мог и представить, что спокойный, добродушный профессор истории практически за одну ночь может перевоплотиться в грозного вооруженного человека с недоверчивым прищуром глаз. Даже Леона встревожилась, попав под прицел бластера. Она уронила чашку кофе и это спровоцировало непроизвольную реакцию Сканлана. От Гордона не было никаких вестей. Сканлан мысленно мог представить, как маленький человек мечется по тесному кабинету, впрочем, профессора это волновало меньше всего. Ему хватало своих забот. У него был список подозрительных лиц, где на первом месте стоял Митч Моррис, который за последние четыре дня еще дважды пытался встретиться с Мелзом. После Морриса следовал Шейн. Он встречался с Мелзом еще один раз. И вообще он выглядел подозрительно безобидным. Был у Сканлана и личный повод для беспокойства. Чувство некой несостыковки тревожило его все больше и астероид АПАЛ-2. Как удавалось Хвай брать под контроль тамошний персонал. Мелз подтвердил, что никто на астероиде не оставался в одиночестве более четырех часов. Так как их захватили? Может 13-часовой лимит больше не актуален? Если он вообще когда-нибудь существовал? А если нет, значит психиатров-садистов Лестера обманули. Попросту обвели вокруг пальца. Кто? 74 пленника под пытками, которые сломали бы любого? Ну, это вряд ли. На Мелзе, судя по всему, напряжение последних дней не сказывалось никоим образом. Он работал по 18 часов в сутки, прерываясь на отдых и экономно расходуя силы. Сканлан не мог ничем ему помочь. День за днем он слонялся по лаборатории, хмуро поглядывая на оборудование. На пятый день принес с собой книгу, но не прочел ни строчки. Он не мог расслабиться, даже когда не было гостей. Не обошлось и без инцидентов. На пятый день утром, когда не смелзом наскорозавтракали дома, раздался звонок в дверь. Сканлан почувствовал знакомое раздражение, беспокоившее его на протяжении нескольких дней. «Войдите», крикнул он. Меч Моррис ворвался как ураган. Сканлан не ожидал такого напора и бластер сам собой оказался в руке. Моррис был на волосок от смерти, заряд прошел всего в нескольких сантиметрах от него. «Э, черт!» ухнул Моррис и замер на месте. «Что такое?» «Обыщи его», приказал Сканлан жене. Самым опасным из того, что она нашла, была переевая ручка. «Да ты меня неправильно понял», взволнованно начал Моррис. «Я только хотел...» «Уходи». «Но послушай, Джо...» «Уходи. Если я не прав, прошу прощения, но сделай так, чтобы неделю или две я тебя не видел». Моррис выскочил за дверь так быстро, что запнулся о коврик и едва не упал. Завтрак продолжался в полном молчании. На шестой день утром Мелс негромко сообщил, что работа подходит к концу. Сканлан молча кивнул. Он осунулся, был небрит, под глазами набряд ли мешки от недосыпания. Сев на стул рядом с Мелсом, он внимательно следил за работой ученого. Беспокоющее чувство, что что-то здесь не так снова вернулось, пробившись сквозь трехдневную головную боль. Мелса окружали горы электронного оборудования. Под его руками аппарат постепенно обретал форму. Сканлан наблюдал, как ученый свинчивает крошечные части часовой отверткой, когда за дверью раздался подозрительный шум. «Кто там?» громко спросил Сканлан, подходя к двери с бластером в руке. «Джо!» крикнула жена. «Не открывай!» «Что случилось?» «Морис под контролем!» На мгновение Сканлан потерял дарь речи, бросил быстрый взгляд на Мелса. Тот спокойно продолжал работать. «Он пришел к нашему дому!» тяжело дышала за дверью Леона. «Вооруженный!» «Я еще никого не видела настолько возбужденным!» Я сбежала через заднюю дверь и помчалась сюда, чтобы предупредить тебя! «Не открывай, Джо!» «Он снаружи здания подкарауливает!» Сканлан отпер замок и чуть приоткрыл дверь. Прикрываясь ею как щитом, просунул руку в просвет и схватил жену. Рывком втащил ее внутрь и торопливо захлопнул дверь, чуть не прищемив ногу Леоне. «Мелс, идите к телефону!» крикнул он. «А я пока что...» И вдруг бластер выскользнул у него из рук. Теперь оружие держало Леона. Она судорожно стискивала рукоятку бластера побелевшими пальцами. Ее лицо исказило гримаса ненависти и она нажала на спусковой крючок. «Леона!» Долей секунды хватило понять, что происходит. Перед ним не жена. Существо с планеты Хваи прячется в заимствованном теле. В этот момент его осенило, почему Хваи захватывали людей на Пале-2. Слишком поздно. Сканлан метнулся к жене, отчетливо сознавая безнадежность попытки. Он бросился на пол, надеясь увернуться от выстрела. Но Леона уже оседала еще до того, как он сбил ее с ног. «Отлично!» раздался спокойный голос Мелза. Он стоял у стола и держал в руках собранный аппарат. «Работает!» Сканлан приподнялся и сел на колени. Он вытащил бластер из руки Леоны, осмотрел и положил в карман. Одна часть сознания подсказала ему, что Мелс применил свое изобретение. Другая предупредила, что за дверью еще кто-то есть. Все происходило слишком быстро. «Кто там?» Сканлан снова достал бластер. «Это Митч», раздался голос. «Послушай, я хотел сказать тебе вчера насчет астероида. Я тут кое-что почитал, и еще я видел, как Леона убегала из дома. Что случилось?» «Сюда нельзя», сказал Сканлан. «Встретимся на следующей неделе». «Я слышал какой-то шум. Что это?» «Уходи». Шаги удалились и стихли. Сканлан огляделся. Мелс склонился над Леоной. «Она скоро очнется, с ней все в порядке», сказал он, выпрямляясь. «Пойду доложу, что устройство готово». «Как же я так сглупил», сокрушенно вздохнул Сканлан. «Позволил ей войти, но я же не думал». «Да, конечно», сочувственно кивнул Мелс. «Теперь вы понимаете, что такое контроль?» «Думаю, да». Хваи контролировали соплеменников, оказавшихся в плену. Похоже, они могут внедряться мгновенно. Неудивительно, что Лестер получил 74 одинаково неверных ответа. «На самом деле захват жертвы занимает часов пять», сказал Мелс. «Когда вы это поняли?» «Сегодня утром. Ваша жена уже была у них на крючке. Поверьте, я могу об этом судить, ведь я сталкивался с этим пять раз». «Но тогда почему?» Сканлан понял, что знает ответ, но все же не мог не спросить. «Почему не сказали мне утром? Или сейчас, когда она стучала в дверь?» «Вам? В вашем-то состоянии?» «Ну уж нет. Вы бы еще чего доброго устроили стрельбу. Я слишком уважаю миссис Сканлан, чтобы допустить это». Он посмотрел на лежащую без сознания женщину, покачал головой и добавил «Кроме того, я должен был испытать готовый прибор. Представилась бы нам лучшая возможность». Он повернулся и направился к телефону. Сканлан ссунул бластер в карман. Потом снова достал его и сел на пол рядом с женой лицом к двери. Большое спасибо за прослушивание этого ролика. Если вам понравилось, я буду очень признателен, если вы напишите комментарий, даже просто сердечко или огонечек. Это поможет ютубу понять, что это видео можно предлагать посмотреть другим зрителям. Неравнодушные люди, желающие поддержать меня и мой канал финансово, могут это сделать по реквизитам в описании. Спасибо всем большое.